ДИКОЕ БАНКРОТСТВО 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 Сегодня его не отпускают. Более того, судьи продлили Степанову арест до 1 июля. Это при том, что в январе правительство запретило арестовывать тяжелобольных подозреваемых. Но новое постановление приняли как раз после громких смертей юриста Сергея Магнитского и предпринимательницы Веры Трифоновой. Кроме этого, вступили в силу поправки в уголовный кодекс, предложенные президентом Дмитрием Медведевым. Они запрещают заключать под стражу обвиняемых в экономических преступлениях. Правда, стоит сказать, что Александр Степанов противостоит не только Сбербанку. Дело в том, что интересы банка в суде представляют юристы из группы «Арси», со владельцем которой является известный предприниматель Аркадий Реттенберг, тренер Владимира Путина под «Зюдо». «Арси» уже была замешана в скандалах с рейдерскими захватами компании. И вот, вероятно, «Энергомаш» постигла та же участь. Коллеги? Спасибо. Родион и Ксения, наши обозреватели Ксения Батанова и Родион Мариничев сранили два таких разных банкротства. «Дождь». «Оптимистик Джанел». Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз. «Континент ТВ» в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru.